всем привет и на этот раз я делаю видео посвященную созданию своего собственного языка программирования делать то есть заново все буду у меня там много исходников на сайте но я буду делать заново сейчас быстренько вкратце объясню делать будем сразу на нескольких языках потому что каждый человек пишет но на своем языке и чтобы всем было интересно я решил делать на всех языках какие вот как бы у меня есть а именно это я в лазарус и плюс плюс и шарп ну и в довесок на эссемблере будем тоже писать то есть формат видео будет такой пишем на одном языке по вам то же самое на другом потом то же самое на следующем и вот так как человек сможет увидеть как то же самое делается на другом языке ну и заодно как бы я тоже расширю свой кругозор то что я то в основном на лазарусе как бы писал а так мы будем писать сразу на четырех языках плюс эссемблер ну так давайте приступим у меня создана папка вот она здесь сразу есть под каталоги эссемблер си плюс плюс си шарп я во и лазарус ну рэм это комментарии там разная информация ссылка будет под видео это все будет лежать в одном zip архиве я в конце этого видео покажу как это можно скачать и посмотреть начнем давайте пожалуй с лазаруса значит среды у нас лазарус visual studio netbeams для я вы и соответственно notepad для эссемблер что касается лазаруса я писать вручную в самом видео не буду потому что не хочу тратить ваше время а просто буду лучше это время тратить на то что подробно объяснять как и какие функции как бы что делают ну вот типичная программа на паскале когда мы делаем язык программирования первое что нам будет необходимо естественно какая-то какой-то буфер где будет храниться текст программы которую мы будем выполнять поэтому я сделал переменную про текстовые переменные в лазарусе есть анси стринг то есть это free паскаль в принципе переменная где хранится текст программы у меня все тексты полностью закомментированы я постараюсь как можно больше писать комментарии хотя на каждый вопрос например про анси стринг и про все остальное можно писать целую статью там на 100 200 страниц но мы для этого делать не будем я буду просто объяснять как и что для чего нужно также нам потребуется pointer то есть указатель на символ номер читаемого символа когда мы будем исполнять нашу программу нам нужно будет ее разбить на команды чтобы это сделать нам нужно будет прочитать весь текст программы как бы по одной буковке да и на каждую буковку будет у нас указатель который будет говорить о том какой именно буковку мы в данный момент времени читаем у нас есть также переменная лент который будет гореть о том от слова лень как на английском языке который будет говорить о размере программы чтобы нам каждый раз не юзать размер строки вся программа будет храниться в одной строке строке если ну для тех кто как бы не особо программирование только начал разбираться это в принципе одна одна строка которая сложена из многих строк и разделена просто переводом каретки 13 код 10 то есть весь текст программы это одна большая строка си стринг позволяет большие строки делать и мы соответственно будем использовать эти строки вот у нас присваиваем мы пишем текст программы у нас здесь описано функция которая складывает два числа допустим и выводит их на печать оператор print по взаимству лесбейсика ну пусть так и будет в рита он выводит текст программы в консоль просто это сейчас я в вводном видео объясню как делать вот вывод на разных языках программирования включая sender и берем допустим лазерус есть стандартный оператор в ритм он который выводит в консоль и red он который читается консоли в какую-то переменную здесь переменно не указано потому что соответственно здесь он поставлен просто как паузу то есть до enter enter и нажмешь все тогда уже ввод осуществлен давайте запустим и перейдем уже к следующему языку программирования вот он выводит в консоль текст программы и соответственно нажимаем enter все вот такая маленькая программа теперь мы посмотрим как то же самое будет выглядеть на яве для этого у меня есть значит на рабочем столе я сделал папку так как же а вот соответственно нам мы открываем этот проект на яве и сейчас мы посмотрим как это будет выглядеть то же самое на языке программирования ява если он конечно откроется какие среды как я вы и надбинс вернее визуал стоит достаточно ресурсоем вот так выглядит объявление переменных на яве здесь есть значит вся программа как пакет какой-то сделан я сам на яве не особо как бы разбирать но видимо так задумано и есть главный класс наш это и есть наша наш язык программирования внутри него есть переменная string вот почему здесь static я как бы так не знаю но так лучше так работает не ругается а то же самое переменная про тех программ поинтер указательный читаемый символ и длина причем они как лонгинг описаны то есть это числа но нормальный нормальном диапазоне подойдет здесь мы присваиваем текст программы переменной вот это у них выводная вывод в консоль осуществляется вот через такую конструкцию как бы я сейчас увеличу потому что наверно плохо вот такая это типа оператора в ритм на паскале самый интерес это конечно вот потому что здесь для того чтобы у вас был вот нужно подключить специальную библиотеку если там в лазерсе ничего не надо здесь вот надо подключить специальную библиотеку сканер и соответственно создать строку для ввода и потом вот с помощью вот такой конструкции подключить видимо это вот из библиотеки я точно не могу короче так работает и вот прочитать строку вводимые но давайте запустим теперь это все дело и посмотрим как оно работает ну здесь вы видите как бы интегрировано я вы здесь консоли она вот так вот прям внутри среды разработки и вот он нам что-то здесь короче ввел здесь мы должны осуществить вот например какой-то нажать enter и вот все как бы вот работает вывод работает строки мы работает все работает ведь мы можем следующему видео не в этом я уже как только это видео доделал сразу следующему где уже будем дальше описать пока так а самые азы ну вот так вот выглядит на яви ничего сложного нет вывод вот объявление переменных всего теперь переходим в визуал студии и давайте начнем наверное все шарпа разумеется шарп уже как будто бы открыт чем отличается си шарп в принципе он отличается от я вы достаточно интерес каши кстати си шарпи вот здесь вот почему-то вот программа написано закончите если открывать неважно вот значит у нас чуть поменьше выглядит здесь куча всяких библиотек вот таких вот они нужны для чего я тоже пока не понял ничего не нужны это но это неважно главное что они нужны видимо для работы со строками но объявляем соответственно переменные наши те же самые как в предыдущих видео а вот с консоли прям так и пишут а консоль free тогда чем похоже куда то что оператор в рид и похоже на паскаль ну да ладно ну и соответственно чтение здесь попроще чем я юриду line создаем переменную то есть создание переменных я в си шарп и си плюс 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 очень похожи то есть у них идет сперва типа потом идет название скале наоборот сперва название потом ну давайте запустим и посмотрим вот у нас выводит текст программы видишь на какой-то делаем вот и вот в принципе работает теперь давайте посмотрим как то же самое будет выглядеть си плюс плюс чуть-чуть по объемнику от получается в общем то здесь мы обязательно должны подключить библиотеку string вот вывод наверное взять ну там то есть выбирает мы что-то совет то же самое объявление переменных абсолютно идентичным и соответственно здесь мы создаем программу секунду прошу прощения небольшая заминочка произошла и так но на чем мы остановились а ну да вот здесь мы присваиваем переменную текст нашей программы вывод на консоли осуществляется вот такой конструкции ngln это перевод строки здесь мы объявляем переменную в которую читаем с консоли вот с консоли вот так выглядит и вот такая вот штука для паузы как бы осуществляет паузу вот такой на си плюс плюс синтаксис и вот такие библиотеки давайте запустим мы посмотрим вот у нас все работает строки читаются выводится и пауза работает что касается си плюс плюс вроде бы пока все понятно мы создаем шаблон и переходим к сэмблеру я использую фасом способ специально создал папку вот не есть сразу файл компили бат батовский файл который запускает вот через консоль на компиляцию программы фас макс и пишем название файла который надо от компилировать и в какой файл его надо от компилировать я использую комовский потому что они начинают с сотого адреса загружаются всегда по сотому адресу вот здесь указывается адрес адрес но начнем значит программки очень маленькие получаются вот такой примерно значит вот мы объявляем переменные только в отличие от высокого уровнях языков но я внизу написал перемены переменная про который как бы db это значит набор байтов идет и вместо байтов просто ну строка каждая каждая буковка занимает один байт в конце написан доллар потому что при вы вызове функции досуга для печати на консоль доллар означает заканчивание строки есть указатель dv так как это 16 битный режим 2 байта используется то есть указатель от 0 до 65 тысяч длина и буфер для ввода с консоли текст какого-то например используем где по очереди разберемся совсем вызов 21 прерывания но когда есть программное прерывание вызывает а вот здесь указываем в перемен в регистр ах и указываем номер функции которую нужно вызвать как это прерывание должно обработать данные в регистр dx заносим адрес строки то есть программу текст программы наш который заканчивается долларом и при вызове прерывания она выводится в консоль для ввода данных используется тоже 21 прерывание но не 0 9 код а код буква а 0 x это означает что 16 речная система то есть просто буква а ну 16 речной системе цифра 10 короче номер функции ввода с консоли записываем в регистр адрес буфером и в регистр dx вместо вот когда вывод мы вводящий строку когда вот входящий строку указываем адрес буфера конструкции буфера очень интересное обратите внимание что первый байт должен указать максимальный размер буфера я написал 9 байт ну и потом последовательность пробелов там заполнил вот значит первый буфер указ размер буфера когда прерывание обработано вот с консоли то есть вы осуществили после максимального размера буфера идет один байт сколько ну знаков ввели в консоли а потом идет уже сам текст это тоже один байт только занимает соответственно мы должны прочитать этот байт и в конце строки дописать доллар потому что функция 21 9h который до сих печатает она у нее строки заканчиваться долларом ну для этих целей мы тут жонглируем регистрами прибавляем длину строки но здесь все подробно у меня расписано вы сможете все это прочитать не буду вас утомлять как бы если у кого-то есть желание разобраться в ассемблере можете написать отдельно я сделаю отдельные видео вот то есть здесь прописан вот вывод и функция пауза 8 ашек прерывания ничего сложного нету а компилируется все это вот запуском батовского файла который отправляет свет на компиляции 104 байта получается запускаем программу получившиеся пишем например цифры 123 вводим и вот 123 выводит у нас печатает значит и вот и вывод работает буфер работает все же необходимое для создания нашего языка программирования у нас есть принципе теперь немножко хотел сказать о том как скачать все это дело можно на моем сайте ким паскаль ли но я ссылку скинул под видео заходите на сайт есть отр вот отр самая первая папочка и здесь есть исходники а вот здесь будет моё видео описывающее то что я делаю и вот так она хоть открывается в mozilla по других я не знаю как открывается в браузер здесь есть кнопка скачать у и нажимаете в zip файле там вы ну все эти папки которые вам нужны для работы но можете что-то отдельное скачать например комментарии или я вылезе шарп или си плюс плюс или и сам дар так пока достаточно я сейчас все это оформлю выложу и приступлю дальше и надеюсь до утра где-то ну может до ночи я может успею уже закончить с этим языком программирования с вами а может и нет принципе объема что много одно и то же везде писать приходится но это каждом будет все больше больше информации но под каждое видео будет отдельный свой архив который я менять не буду для того чтобы то что я рассказываю совпадала с тем что и находится в архиве ладно всем пока остальное в другом видео расскажу